Всем привет! Сегодня я буду рассказывать про темы, которые не совсем относятся к программированию, но немножко с ним связаны. Я при подготовке презентации понял на самом деле, где-то в конце уже подготовки, как надо было правильно строить доклад. Поэтому мой доклад сейчас построен неправильно. Я постараюсь вам рассказать в меру своих сил и знаний все, что я хотел донести на самом деле этой презентации. Если что-то непонятно, или вот вы слушаете, у вас в голове все укладывается, пазл, складывается в единую картинку, потом бац, вы чувствуете, что где-то провал. Я еще немножко по аудитории это иногда чувствую, но не всегда. Постарайтесь этот момент поймать, поднять руку и сказать, так, стоп, подождите секундочку. Вот я дошел до этого места, мне непонятно, и пожалуйста, вот с этого момента поподробнее. Окей? Так, зовут меня Андрей Беляев. Мой официальный титул сейчас это Solution Architect в компании DataArt. У меня еще есть немножко карьеры преподавателя на факультете FKN. Ни одного знакомого лица я здесь не вижу. Наверное, уже да. А кто-то с FKN есть? О, круто. Вот. В свое время я там читал проектирование баз данных. Был такой курс. На первом семестре его читал Толстобров, на втором читал я. Так, поехали. Презентация называется Диплой наш король. На самом деле, тема презентации мне была, как бы, ко мне снизошла по мотивам нашего последнего проекта. Мы тут соцсетку небольшую разрабатываем на несколько миллионов людей. И там мы столкнулись с трудностями немножко другого вида, нежели обычно они встречаются. Итак, поехали. Последние, наверное, лет шесть идет тенденция к упрощению работы разработчика. Именно хардкор такого, хардкорного разработчика, бэкэнщика. Писать код сейчас легко. Реально легко. Я не знаю, там. Заготовка приложения делается буквально за 15 секунд. Hello World. Вы можете написать практически на любом фреймворке, используя, например, Mavin архетипы. Кто-то использует Mavin? О, отлично. Посмотрите. Некоторые, кстати, вот некоторые вещи здесь можете отметить. Написать слово Mavin. Рядышком поставить заметочку. Загуглить. Может оказаться полезным в будущем, в будущей работе. Архетипы Mavin сейчас есть под любые платформы. То есть вы говорите Mavin create test project, используя какой-нибудь GSP. Вам скачут, например, на 10 мегабайт интернета, что, в общем, немного. И у вас готовое приложение. Hello World. Скелетик, который вы потом можете развивать уже дальше. Понятно, если у вас есть скелет с инфраструктурой, вы дальше начинаете там вкручивать какие-то вещи. Такой фреймворк, как Spring Boot. Сейчас я покажу код. Я хотел немножко похакерствовать на людях, но не получилось, поскольку лэптоп не подключится к нашей системе. Spring Boot делает за вас огромное количество работы. Просто огромное. Такая эдакая магия. Опять же, я код вам покажу. Кода надо писать мало. При этом у вас получается очень большая функциональность. Я не знаю, при работе с базой данных поставили аннотацию Transactional, и уже не думаете, как открыть транзакцию, закрыть, там, connect, открыть, закрыть, вытекает, не вытекает. Все. Вас фреймворк от этого освобождает. Кроме того, вот сейчас мы смотрим разные библиотеки для разработки. Парадокс. Библиотек для разработчиков, наверное, больше, чем продуктов, которые разработаны с помощью библиотек. Там одних, Dependency Injection библиотек, штук 15, наверное, сейчас существует. Разной степени качества. Итого, код писать легко. Вот смотрите, вчера я в приложении, которое отдает данные из базы данных через REST, через HTTP, и который автоматом стартует, я написал буквально за полтора часа. Из этих полутора часов 15 минут я читал Spring Tutorial, и минут 5 я ждал, пока закачаются нужные мне артефакты из интернета. Все. Итак, смотрите, три класса. Видно? Вот там на галерке я знаю, что не видно, товарищи. Ну, скорее всего, презентация будет доступна, вы сможете это увидеть. Итого, класс номер один – это основной класс, который запускает приложение, запускает веб-сервер и публикует его на вашем компьютере. Класс номер два – это простой тупой класс, который исключительно содержит информацию. Здесь ничего интересного нет. Класс номер три – это класс, который принимает HTTP-запрос, десериализует, то есть превращает строку HTTP-запроса в объекты, идет к базе и возвращает объекты, которые затем, опять же, сериализуются в JSON-формат и отдаются наружу. Чтобы вот это написать, ну, я не знаю, лет пять назад, пришлось бы хорошенько потеть. Сейчас это раз, два, три, четыре аннотации. Собственно, все. Вот эту ботву тоже можно сильно сократить. Я здесь сделал такой хардкорный запрос к базе данных, старообрядческим способом через JDBC-фреймворк. Вот это все тоже можно сократить, где-то в пару строчек уместить. Итого, там, за сколько-то… За три десятка строк я написал полностью готовое приложение, которое идет в базу данных, работает с базой. Вот это, кстати, такие штуки. Мы иногда просим писать на тестовых заданиях входных в DataArt, но там веселая штука получается. Кода-то мало, а вот инфраструктуру развернуть не все быстро могут. Потому что это делается, как правило, один раз. И вот я говорю, я час читал туториал. Ай. А еще немножко магии конфигурации. Это то, на чем обычно люди спотыкаются. Это создание подключения к базе данных. Пять строчек в конфиг-файле. Это создание таблицы в базе данных и заполнение ее данными тестовыми. Все. Так, код писать легко еще раз. Ну, это я здесь специально для иллюстрации привел. Мавин файл. Это файл сборки, в котором подключаются нужные библиотеки. Опять же, презентация будет, посмотрите. Все взято из официального тюториала Spring, не со стековерфлоу, не надо. Вот. Здесь все по-честному. Итак, код писать легко. Куда ушла сложность? Сложность уходит в организацию модулей приложений. Веб-приложения, ну, современные приложения, сейчас они в основном вебные, становятся более сложными по структуре. В них все больше и больше функциональности появляется. Это, я не знаю, там, интеграции с разными платежными системами, интеграции с поиском. Я не знаю, основные проблемы сейчас в приложениях – это масштабируемость. Потому что все надеются, что их стартап будет успешным, набегут миллионы-миллиарды пользователей, завалят вам серверы, принесут вам много бабла. И сейчас архитектурные подходы делятся на два вида. Старый, старый, как года два ему уже. Вернее, года два, как устарел. Монолитный подход, когда приложение деплоится одним большим куском. То есть одно веб-приложение, вот то, что я сейчас написал, одно веб-приложение, в котором вся функциональность лежит, работает с базой данных, и, собственно, все хорошо. Все модули взаимосвязаны, вызовы между модулями, ну, хотите, классами, да, или кусками программы, если вы… Все вызовы происходят каким образом? Через программные вызовы, API. Все замечательно. Одно большое приложение. И новый, модный, молодежный, как это, да, подход к микросерверсной архитектуре. Кто не слышал про микросервисы? Во-во-во-во-во, погуглите. Вот. Микросервисная архитектура. Что это такое? Много-много маленьких приложенец, которые отвечают каждый за свой кусочек функциональности. Кто не знает про Facebook или ВКонтакт? Кто не знает про Facebook или ВКонтакт? Все знают. Отлично. Представьте себе, что какой-нибудь ВКонтакт написан следующим образом. Есть одно приложение, которое умеет публиковать посты. Оно больше ничего не умеет. Есть второе приложение, которое умеет хранить друзей и обрабатывать их заявки. Ничего не умеет больше. Все представили себе, да? Легко писать такие приложения? Ну, тупо там. Опубликовать пост. Один метод. Ну, или два метода. Принять пост, опубликовать. Легко. И вот из этих маленьких приложенец, как из мозаики, собирается один большой ВКонтакт. Классный подход. Отличный. Да. Чего? Сейчас объясню. Почему? Да, сейчас вот это мы переезжаем туда потихонечку. Для высоконагруженных приложений. Чем он лучше? Первый момент – это масштабируемость. Если у вас много-много маленьких приложений, их легче разлить по большому количеству серверов. Они будут легковесных серверов, да? Сейчас посмотрим. Второй момент. Проще внедрять новую функциональность. Вы работаете в ВКонтакте, бац, у вас друзья отвалились в выпуске. Блин, фигня какая-то. Перегрузили страничку, друзья заработали. Остальное все осталось работать. Почему? Программист Петя решил в друзья внедрить новую функциональность. Он просто перезалил на сервер один кусочек функциональности всей большой соцсети. Понятно? То есть мир потихоньку едет сюда. Тема сейчас горячая. Все пишут микросервисы. Значит, что еще? База данных тоже. Отдельная схема хранится. Отдельные данные хранятся в отдельной базе. Да? А взаимосвязь не премоторит? Сейчас все расскажу. Все сейчас будет, да. Сейчас будет. А взаимосвязь, я уже написал, они, она вне приложений. То есть взаимосвязь производится через какие-то внешние сторонние сервисы. Расскажу, какие. Тема на самом деле не об этом, но давайте чуть подробнее расскажу. Чем этот подход еще хорош? Каждый сервис может быть написан с использованием той технологии, которая для этого больше всего подходит. Например, там, для хранения взаимосвязи между друзьями хорошо годится там какая-нибудь графовая база данных нерелационная. Отлично, пользуем графовую базу данных. Какая разница? Методы вызова API все равно будут универсальными. Понятными для остальных модулей. Но. Обычно все планируют вот такую архитектуру. Получается примерно вот такое. Значит, мой добрый совет. Я вам сейчас рассказал про модную технологию, но постарайтесь сначала разработать теплый, ламповый, уютный монолит, а потом уже начинать его резать. Почему? Если у вас плохая взаимосвязь между классами в монолитном приложении, вы без крови, кишков и прочих анатомических подробностей не сможете переехать потом на микросервисы. Если вы не умеете писать хорошо структурированные программы монолитные, хорошо структурированные микросервисы вы не напишите точно. Почему? Дополнительная инфраструктура вокруг вот этого всего дела. Потому что приложения, эти приложения не могут существовать просто так, в вакууме. Для них надо. Первое, правильно сказали Николай, коммуникация. То есть каждый модуль должен каким-то образом коммуницировать с другим. Для того, чтобы мне в мой пост ВКонтакте вставить ссылочку на фронда через, я не помню, что там ставится, аннотация или чего-то еще. Вы должны знать, модуль микросервис, который отвечает за посты, должен получать список друзей от какого микросервиса, который отвечает за друзей. Все это понимают. И это делается не просто программным вызовом, типа друзья.getlistofmyfriends. А что вы говорите? А ну-ка давай-ка, дружок, поднимем-ка, сетевое соединение к модулю друзей, который находится в другом сервере. Если это Amazon, то вообще там, фиг пойми где, да? В каком-то облаке. Который находится вон там-ка. И давай-ка сходим туда, по протоколу HTTP или по какому-то другому протоколу, и получим список друзей. Яс? По пути ваш пакет может потеряться, быть съеденным, отрезанным фаерволом, все что угодно с ним может случиться. Это не вызовы внутри модулей. Это вызовы между разными приложениями. Развертывание. Если у вас монолитное приложение развертывается легко, то есть скопировали файлик в нужное место, самый простой способ, и все хорошо, то если мы говорим про микросервисы, у вас, я потом еще покажу, может быть несколько экземпляров одного и того же сервиса. Их надо менять. Что еще? При передеплое разных микросервисов там может поломаться протокол коммуникации. То есть старая версия сервиса может не понимать новую версию другого сервиса, который с ней работает. То есть веселье то еще. Кроме того, мониторинг. Как я уже сказал, сервисы коммуницируют через внешнюю среду. Внешняя среда в целом это опасная и непредсказуемая вещь, где ваш сигнал, ваш вызов может потеряться где угодно. Я не знаю, кто-нибудь читал там время работы микропроцессора в переносе на человеческий масштаб времени. Представьте, давайте поиграем в ролевые игры, представьте, что вы микропроцессор. И вам нужно обрабатывать какую-то информацию. Вы сидите за столом, на столе у вас бумага. Чтобы получить какую-то информацию из бумаги, которая лежит на столе, вам нужна секунда. Это, грубо говоря, регистры процессора. То есть это то, что находится непосредственно на нем. Дальше, кэш первого уровня, полка сзади вас. Для того, чтобы туда получить, нам надо 5 секунд, грубо говоря, чтобы взять бумагу с полки. Поехали дальше. Библиотека, в которую надо одеться, сходить, взять книжку, если она там есть, вернуться, открыть и почитать. Это 2 часа. Это оперативная память. То есть если вы процессор, для того, чтобы что-то выкачать с оперативной памяти, вам надо 2 часа переносить на наш. А если мы говорим про сеть, то вы должны снарядить кораблик, сплавать на нем за океан и вернуться. Причем в океане там шторма и прочие кракены, и кораблик может и не доплыть. То есть мониторинг, когда у вас развернуто приложение в микросервисной архитектуре, вы должны постоянно смотреть, кто из них жив. И в зависимости от этого, перебалансировать нагрузку. Если у вас еще есть запасной экземпляр вашего сервиса. То есть, опять же, весело. Кроме того, коммуникации. Если у нас в обычном монолитном приложении, как правило, все пишут синхронные коммуникации, то есть сервис, метод, вызвали, подождали, он вам вернул результат, вы дальше продолжаете работать с результатами этого метода. то в микросервисных архитектурах есть асинхронные коммуникации, хотя их и в обычном можно сделать в монолите, но, как правило, на это никто не заморачивается. Есть асинхронные коммуникации. То есть, вы послали запрос, продолжаете работать, и вам когда-то, через какое-то время, может прилететь ответ. Синхронные коммуникации в микросервисах между сервисами желательно сводить к минимуму. Почему? Из-за производительности. Помните про кораблик, который надо снарядить, да? Вы, как процессор, останавливаете свою работу и ждете, пока не приплывет корабль. В это время вы ничего делать не можете. Это синхронная коммуникация. Что еще? Масштабирование. Как я уже сказал, микросервисы затеваются ради масштабирования. Отлично. Мы вот тот код, который я вам показал, маленький, да, эти несчастные три строчки, разлили на миллион серверов. Что у нас увеличилось? Помимо того, что у нас есть миллион маленьких микросервисов, у нас увеличилась нагрузка на базу данных, у нас увеличилась нагрузка на коммуникационную среду, это там может быть очередь сообщений. И, соответственно, эту инфраструктуру тоже надо масштабировать. Вот. То есть там в таком архитектурном подходе все становится гораздо веселее. Опять же, такой поумничай, да? Я не помню, где-то вычитал хорошую статью, хорошую фразу, что при линейном масштабировании одного параметра система может принимать, как бы выдавать совершенно новые свойства. Как пример, берем, скажем, телескоп. Оптический. И начинаем увеличивать линзу. Просто тупо. В конце концов, у вас при определенном диаметре линзы начнется веселье не из-за того, что оптика плохая или там стекло плохое, а из-за того, что линза тупо, неравномерно нагрета. из-за этого получается, что свет через нее проходит не совсем так, как планировалось. Вот этот эффект при линейном масштабировании этого параметра трудно предсказать. Так и здесь. Вы не можете бесконечно масштабировать один и тот же кусочек вашей системы, все равно появятся эффекты в каких-то самых неожиданных местах. Или там, я не знаю, ветрогенератор берем, если мы лопасти будем увеличивать, 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 в конце концов, что случится? Они сломаются из-за того, что на концах вибрации будут такие, что материалы не будут выдерживать. Все летали на самолете, наверное, видите, как он крыльями машет. Допустимая, по-моему, допустимая амплитуда сантиметров 30 или 40 в нормальном полете. Ну, вот так вот крыло движется. И это допустимо. Вот. Значит, но мы говорим про диплой. То есть, все вот это вот ботву, то, что я вам рассказал, все вот эти сервисы, инфраструктуру, их надо разворачивать на серверах. Я не знаю, кто-то из вас программы не из IDE запускал? Свои. Так, ну, с вами понятно. Отлично. Как диплоились? Докер. Про него как раз мы поговорим. А? Что еще? Ну, так себе дипло. Чем? Файлы копировали? Bash, кстати, тоже вариант. Иногда лучше, чем докер. Тоже докер. Отлично. Про него мы будем разговаривать. Значит, все любят докер. Значит, развертывание приложения состоит из двух частей. Первое – это упаковка, то есть сбор хода, плюс готовых библиотек, плюс дополнительного софта, если надо, плюс среда выполнения иногда. И заливка. Заливка может быть вручную, тупо копирование файлов, или rsync, или, я не знаю, чего угодно. Не самый плохой вариант, я еще раз повторяю, иногда работает гораздо лучше. Либо вы используете какие-то специальные утилиты для развертывания приложений, там, я не знаю, на серверах. Это может быть Maven, это может быть Gradle, там есть специальные плагины, которые умеют или копировать, или учитывать, что у вас развернуто на вашем серваке, и там выключать софт, копировать файл, поднимать софт, там, я не знаю, тамкат какой-нибудь. Поговорим про упаковку, и здесь мы переходим, опять же, к модной тенденции последних трех, четырех лет, наверное. Это контейнеризация. Что такое контейнер? Контейнер – это некая инфраструктура, или там среда, когда ваше приложение собирается вместе со средой выполнения. То есть, например, есть, можете думать это как про маленькую легковесную виртуальную машину. Например, есть контейнеры с готовым Linux и установленной Java. Что вы делаете? Вы берете этот контейнер, добавляете туда ваше приложение и запускаете его. у вас получается сразу готовая среда выполнения. Без всякой мороки на то, чтобы там надо поставить на Linux Java, что в общем не халявно, особенно если вы не используете пакетжи, а используете официально JDK. Надо там что-то прописать параметры ядра, если мы говорим про базу данных на ограничение на количество коннектов или еще на что-то. Вы про все это не знаете? У вас есть готовая среда выполнения, в которую вы аккуратненько подсовываете еще свое приложение и потом эту среду выполнения вы запускаете. Эта штука называется контейнером. Сейчас вот видите, стандарт де-факто для развертывания приложений. Чем хорошо? Опять же, вы не думаете про среду, вы ничего не ставите. Я использую контейнеры у себя, когда при разработке мне нужна какая-нибудь база для разработчиков. Отлично, я говорю, Docker run MySQL. У меня скачивается готовый контейнер и у меня на машине запускается MySQL. Никаких инсталляций, никаких сервисов, ничего нет. Надо, снес ее, начистое, и все, ничего не осталось на машине. Очень удобно. Всякие Amazon Cloud либо Microsoft Azure поддерживают контейнеры. То есть, вы собрали свое приложение вместе со средой выполнения, заплодили на какой-нибудь Azure, вам там это все развернулось, смасштабировалось, все очень хорошо работает. Но есть бяконки, на которые, опять же, мы наткнулись. Первое, есть проблемы с сетевым окружением. Контейнер работает, докер, по умолчанию, работает в своей собственной сети. Если вы развернули несколько контейнеров, каждый из них находится в своей собственной сети. И чтобы попинговать другой контейнер, не машину, на которой развернут другой контейнер, а именно другой контейнер, там придется производить некоторые танцы с бубном. Накладные расходы. ничего не дается нам за так. Правильно? То есть, если мы обращаемся через сетевой интерфейс к веб-приложению, которое развернуто внутри контейнера, что у нас происходит? Сетевой интерфейс хост машины принимает пакет, чешет репу, о, его надо направить вот на этот порт. Перенаправляет там на определенный порт. Тут вступает дело контейнер и говорит, о, это же мне, ребята. А кто там его просил? Вот это приложение. Вот тебе на этот пакет. Кроме того, там еще происходят всякие трансляции адресов, чтобы этот пакет потом обратно вернулся. Получается, получается, некие накладные расходы. Чего-то порядка 300, дабы не соврать, по-моему, я тесты смотрел, 200 миллисекунд, по-моему, добавляется на сетевое соединение в основном. Про процессор и диск мы не говорим, потому что там практически все прозрачно, там очень маленькие, очень маленькие накладные расходы. На request response. Не ping TCP, не ACMP пакет. Вот, по-моему, контейнер добавляет, дабы не соврать. Я говорю, вот, я не ручаюсь за точность информации, кому угодно, посмотрите, вот, вы сейчас завелись, давайте, посмотрите, что там есть. В любом случае, на небольших объемах, на небольших объемах это незаметно, когда начинается массовое какое-нибудь там паломничество на вашу страничку, ваш сервер может тупо не справиться из-за вот этих накладных расходов. Не все продукты умеют хорошо работать в контейнерах. Ну, например, целиком засовывать базу данных в контейнер, так себе идея, потому что все ваши данные, если вы целиком все засунете, все ваши данные также будут лежать внутри контейнера, и если, не дай бог, что-то грохнется, вытащить данные будет оттуда проблемно. Поэтому там начинается всякая развлекуха с тем, что вы каталоги внутри контейнера начинаете намапливать на каталоги, которые на вашем диске, что в свою очередь приводит к тем же самым накладным расходам. Так, докер. Все любят докер. Все любят докер. Это кусочек с Википедии, официального сайта. Еще раз, у вас есть докер-демон на вашей хост-машине, который умеет запускать вот такие вот контейнеры. Контейнеры, как правило, представляют из себя какой-нибудь урезанный Linux с необходимым набором библиотек, в которых можно чего-то запускать дополнительно. Для сборки контейнеров существует специальный файл описания контейнера, который называется докер-файлом, в котором вы пишете. Сделать контейнер на основе, скажем, Ubuntu, добавить туда Java, добавить туда там, я не знаю, ваше приложение и запустить это приложение при помощи вот такой команды. Как правило, один контейнер, один сервис, один сервис, который чего-то делает. То есть не очень хорошая идея мешать внутри контейнера, например, базу и ваше приложение. Получается два сервиса. Не очень здоровская идея. Вот. Все. Помните, я говорю про пазлы? Пока у всех все укладывается в почку. Зачем нам нужны контейнеры? Чтобы просто разворачивать наши волшебные микросервисы. Даже ваше монолитное приложение тоже можно разворачивать просто с помощью контейнера. Сильно облегчает установку, сильно облегчает разработку, особенно если у вас там все это упаковано в цепочку сборки при помощи какого-то build-файла. Отличная статья на хабре. Посмотрите, кто не видел. там рассказывается про Docker плюс Spring Cloud. Как можно сделать и про микросервисы. Как чувак какой-то свой pet, как это по-русски будет, pet project, личный проект, разрезал на несколько сервисов и чего у него получилось. Как всякий учебник, отличный, отличный пример, в жизни так не бывает, но пример отличный на самом деле. Очень толково, очень чистенько, рассказано, как правильно разрезать монолит и как при помощи библиотеки Spring Cloud его развернуть и там организовать взаимодействие между модулями. Приложение посвящено личным финансам, то есть чувак просто вбивает сколько потратил, сколько получил, ему там всякая красивая статистика выводится на страничку, там прочее, прочее, прочее. Вот он свое приложение разрезал на три сервиса. для каждого сервиса он сделал REST API, про REST кто знает? Ага, Пишем, да? Гуглить. Это взаимодействие между сервисами при помощи протокола HTTP, там есть некие соглашения специальные, это не стандарт, это просто некий подход при разработке приложений. У каждого сервиса есть REST API, в котором входит клиентское приложение в браузере, получает оттуда информацию и радостно ее публикует на своей страничке при помощи JavaScript библиотеки. У каждого сервиса видите своя база, все замечательно. Так это выглядит в теории, на практике оно немножко посложнее, потому что вот эти три несчастных сервиса обвешаны маршрутизатором запросов, маршрутизатором запросов, господи, маршрутизатором запросов. Что эта штука делает? У вас есть единая точка входа и в зависимости от запроса, который приходит на эту точку входа, этот запрос перенаправляется на тот или иной сервис. Это можно сделать при помощи ZOO, который входит в Spring Cloud из коробки. Это можно сделать при помощи NGINX, который наверное, кто-то уже знает, любит, ценит. Это можно сделать при помощи Apache, неважно, то есть некий маппер запросов на сервисы. Что у нас еще есть хорошего? Evrica. Что такое Evrica? Evrica это распределенный регистр ваших сервисов. То есть когда ваши сервисы запускаются, они вот сюда говорят я сервис статистики, я на таком хосте, на таком-то порту вишу и жду ваших дальнейших указаний. Зачем это надо? Кто знает? Кто понимает? Health check в первую очередь. Что еще? Кто где? Для кого это надо? Кто где? Для самих сервисов и для API Gateway. Для API Gateway. То есть когда приходит запрос API Gateway решает кому послать кто жив из тех кто здесь находится. А в той статье которая есть вот эти все сервисы находятся по одному экземпляру поэтому там если сервис умер ну и хрен с ним. Что еще есть интересного? Мониторинг там используется турбина некая вещь которая снимает данные с этих сервисов. И чего еще? ELK Elastic Search Logstash Kibana сервис в который все могут сливать свои логи а там по этим логам можно очень аккуратно организовать поиск некую статистику вести я не знаю там посмотреть какой сервис чаще всего падал и прочее и прочее и прочее очень полезная штука на самом деле но опять же требует неких танцев с буглом для того чтобы сервисы не писали логи тупо жадно в свои локальные файлики да а посылали их на удаленный сервер вот еще раз посмотрите эту статейку всяко всяко расширит ваше сознание хорошо значит смотрите у нас раз два три четыре пять шесть семь восемь девять 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 приложений которые взаимосвязаны деплоить их руками по одному даже докером так себе идея потому что вам придется там прописывать зависимость еще что-то для того чтобы проще деплоить вот такие вот взаимосвязанные системы используется система для развертывания оркестрации контейнеров здесь я привел три примера про кубернетис и мезос я вам рассказывать не буду потому что тупо у меня нет опыта с этим может быть если вы оставите заявку на следующую летнюю практику кто-нибудь вам расскажет про эти вещи там много всего интересного кто-нибудь был на java day в прошлом году осенью один человек вот помните там два москвича из альфа лаба выступали вот они у них как раз мезос мезос марафон вот они ровно про это рассказывали может быть более зажигательной чем я а я вам расскажу про связку которая называется докер компус плюс докер сворн что это такое в докере в современном докере вообще встроено в движок в более старых версиях докера это отдельные сервисы которые позволяют вам разворачивать вот эти вот гроздья приложений прописывать взаимосвязи между ними хуже того в этих файлах развертывания вы можете указать на какую машину или на какой сервер деплоить и сколько экземпляров того или иного сервиса должно быть задеплоено вот как-то вот так если оно будет да что происходит черт я по-моему немножко погрячился итак чего есть у нас докер умеет сворм умеет кластеризовать контейнеры и это автоматически работает следующим образом когда вы поднимаете несколько серверов и ставите на них докер демона вы говорите серверу ты будешь мастером на других серверах вы говорите вы будете воркерами так называемыми рабочими серверами что происходит дальше вы на мастере говорите пожалуйста задеплой мне аккаунт сервис в четырех экземплярах что происходит дальше докер сворм автоматически находит воркеров с наименьшей загрузкой разливает туда образы контейнеров топированием и запускает эти контейнеры понятно народ притих значит что-то что-то идет не так где разрыв в каком момента непонятно похоже нитка потерялась где-то минут 20 назад давайте хотите отмотаем в каком момента непонятно что такое контейнер понятно хорошо то что в него можно чего-то деплоить и заливать на другие сервера несколько экземпляров сервисов понятно то что это надо делать автоматически по нажатии одной кнопки все осознают вот эта штука нужна для того чтобы делать автоматически по нажатии одной кнопки вот такой вот файлик пишется примерно это очень это такой небольшой кусочек из того что там реально может быть чего я делаю на самом деле надо читать снизу я объявляю сетку оверлейную которая будет внутренней сеть внутренней сетью между контейнерами со своей адресацией со своей системой именования со своей балансировкой нагрузки то есть если у меня есть три контейнера вот таких вот не хайпишники вот такие когда я объявляю сеть докеры которые будут задеплоены вот на эти вот хосты докеры которые будут задеплоены на эти хосты в рамках вот этой сети у этого контейнера будет свой айпишник все это понимают так отматываем назад это хосты на которые я разливаю свое приложение на них я могу заливать контейнеры каждый контейнер если его просто запустить он будет сам в своей собственной сетке он ничего не будет знать про других вообще в принципе у него будет адрес 1001 у всех из них все понимают что такое адрес для того чтобы контейнеры друг с другом общались мне нужна сеть единая между ними что я делаю я объявляю вот эту оверлейную сеть теперь каждый контейнер который будет объявлен вот здесь и у которого будет оверлейная сеть у него у каждого будет свой айпишник хуже того у него у каждого будет свое свой хостнейм в этой внутренней сети внутри контейнерной сети после чего если я делаю вот такую штуку контейнеры могут общаться друг с другом по сети используя вот эти имена чем это хорошо у вас единая единый файл развертывания единая система именований для любого environment для любой среды вне зависимости того какие какая конфигурация сетевая вот здесь у вас сквозная сеть между контейнерами получается докер сформ это обеспечивает за счет вот такой вот сети верлейной вот пример развертывания файла здесь на самом деле маленький кусочек как видно из dependency elastic search и lockstash я сюда не втащил потому что они примерно одинаковые что я говорю я говорю мне пожалуйста разверни сервисы для докер сформа какие сервис кибана который надо запускать после вот этих на самом деле не работает разворачивать этот сервис из готового контейнера который скачать вот отсюда этот сервис поместить в сеть оверлейную с таким именем оверлейных сетей может быть несколько каким образом задеплоить сервис кибана реплику реплицировать его но какое количество реплик одна то есть кибан у меня будет ровно одна и здесь пробросить порты 5601 для чего это надо сделать чтобы контейнер торчал наружу чтобы я мог сходить вот на эту машину скажем на порт 5601 там мне кибана радостно показала окошко логина я бы туда все сделал что еще я свой микросервис также деплою из какого-то своего локального репозитория докеровского кладу его в ту же самую сеть ну деплою видите другой немножко режим деплоя какой глобальный это значит что этот сервис будет разливаться на все доступные машины ну не совсем на все а только на те у которых там специальный лейбл стоит у докера может поставить лейбл чем это хорошо я продумываю исходя из количества серверов я продумываю сеть куда какой контейнер куда какой контейнер положить расставляю лейблы а потом вот этим файлом просто все разливается само вот разлив собственно деплой всей этой ботвы происходит вот таким вот образом докер стек деплой указываю файлик который надо скопировать и указываю префикс моей сети чем это хорошо вот здесь в этом сервисе в коде или в конфигурационных файлах я могу указывать могу говорить что там логи сливать на сервер по имени на сервер который называется как кибана у меня не важно как называются вот эти машины мне не важно какие у них айпишники я точно знаю что внутри оверлейной сети у меня вот у этого сервиса у этого сервиса будет вот такое вот имя будет вот такое имя да внутри этой сети токер автоматически поднимает днс который все правильно делает хуже того если у меня кибан несколько то есть я могу реплик поставить 2 3 4 да этих сервисов все равно здесь будет написано хостнейм 1 который будет называться как кибана что произойдет дальше докер сворм автоматически делает лансировку нагрузки по одному имени между несколькими экземплярами контейнеров которые в одном под одним именем лежат чем это хорошо опять же вы не задумываетесь о том сколько у вас сервисов разложено разлито по сервакам вы просто обращаетесь к ним по днс имени внутри сворма и оно магическим образом работает что еще когда я вот эту команду перезапускаю на мастере на менеджере что происходит докер сам пронюхивает какие контейнеры обновились какие версии контейнеров обновились если они обновились и перезаливает нужные контейнеры на нужные хосты так 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 значит что еще есть автоматический рестарт если у нас есть днс и балансировка нагрузки это значит что у нас есть что докер сворум знает какой сервис умер вам не надо заботиться о том чтобы следить за сервисами выглядит на бумаге хорошо на самом деле есть проблемы там сервис еще немножко сырой потому что сворум втащили в докер не так давно сервис немножко сырой но вот по тем proof of concept которые мы сейчас делаем оно вполне себе рабочее работать может какие проблемы смешанная модель развертывания базы данных лежат на хостах сервисы в докерах начинается веселье сетевой адресации очень аккуратно надо прописывать конфиде для разных средств тут же начинается веселье с конфигурацией в основном это из-за сети что еще не каждый софт может быть хорошо кластеризован если вы написали свое java приложение она у вас stateless понимает что такое не хранит у себя состояние внутри себя без проблем разливаем насколько хотим машин все работает если у вас какая-то бяка по типу там ну наш очень материалист на zookeeper zookeeper это еще один реестр реестр хранения микросервис вспомните который который похож вот на эту эврику для сервис discovery вот кластеризовать zookeeper не так просто потому что ему надо очень аккуратно указать кто из сервисов будет мастером кто из будет не мастером айдишники файлов специальные прописать для того чтобы оно завелось тут начинается пляски с бубнами с конфигурацией со всеми делами то есть не каждый ой не каждый софт может быть легко разлит вот на несколько на несколько серваков надо очень аккуратно за этим следить так все еще пожалуй значит к чему я все это вел что современная сложность разработки современных приложений она ушла от чего от кода в инфраструктуру поэтому девопсы сейчас популярны очень сильно особенно если вам 24 на 7 там отдельное веселье начинается что первым обновлять базу данных или сервисы а если сервисы разных версий то как с ними как с ними поступать да и особенно если у вас какой-то стек что в общем в нынешней модели неизбежно стек софта кто ты который хорошо кластеризуется плохо кластеризуется хорошо работает сетью плохо работает сетью там умеет докер помещаться не умеет докер помещаться там начинается веселье то есть сложность потихоньку уходит туда ну еще сложность уходит на фронтенд но это коллега что у нас следующее visual basic нет это немножко не про то я не знаю если у вас была всякие верстка javascript и прочие ангуляры то сложность еще уходит вон туда в клиентскую часть спасибо да аплодисменты спасибо спасибо